Чинка Артем Канерея Докарт У нас здесь по 1 октября выставка художника Евгения Гавровка Разные техники, там выпуск грандика, рамки тоже разные По размеру и по материалу По тематике в основном это иллюстрации к разным родным произведениям Вот эта лягушка-потешественница Гаршина Надо сказать, что рассказ нехарактерный, позитивный для Гаршина Потом тут у нас Дон Жуан, похожий на Орвикина Рыцарь и смерть это вообще такой средневековый сюжет У Дюрера, по-моему, что-то такое есть Если говорить о вот такого рода работах, такого стиля Вот эти мелкотравчатые, такие вот как мозги или волосы У Евгения волосы Барадаксона в таком стиле, если он тут все изобразил То он очень в этом плане, наверное, самый такой тонкий художник Петербурга Ну, как вы видите, у него все очень разные работы по стилистике Ну, вот эта любовь к тонкой, завитой, очень детальной линии, как в видении словец Нам его есть Ну, опять эта лягушка-дюймовочка У него такие жабы живые Вот, как кажется, чуть-чуть добавить краски И такая тонкость все равно сохраняется, даже в цвете Хотя обычно либо линия, либо цвет, но это бумага-акварильная У него такая акварильная, такая густая, как у вас, я не знаю, как это получается Ну, и гений, ну, вообще гений, я знаю А тут тоже вот такая фантастика Это сказки Пушкина Ну, сказки Пушкина, у него вообще большая серия Она выставлялась в Пушкине, которое царское село По-моему, еще где-то, ну, в разы без так она выставлялась Где был Евгений, там она и выставлялась В общем, а потом тут вот такие более другие работы Он даже раму покрасил, менее детальные, да, холст маслом Вот такая странная работа про Китай Там будет и... Уже будет еще... Вот Эдем, да, тут всякие льбы Адама и Еву, а вот что нашла Вот такие маленькие, такой творец, как такой вот ангел с карты То ли умерест, то ли функция Ну, и, наконец, у нас в Шкуре Это старая серия 86-го года, то есть Но все равно видим, вот эту стиль мы видим Такую, еще очень интересную многоградность Как будто бы несколько плоскостей, как будто бы мультиэкспозиция, фотографии Несколько разного рода своего Ну, и удивительно, что эта акварель, она прям такая... У меня столько раз слышится, как акварель Ну, танец слоняй, это Библия, опять же То есть, у нас тут, как бы, Библия, видите, с игрой в Шкуре, Библия Ну, и самая большая работа, аватаночная Постмашка на столике Непонятно, какой город, то ли Петербург, то ли Париж В общем, такая Европа-скрипка Дворы, матросы И вот это безвремение просто Вечное время, поиски утраченного времени В общем, такие слепые музыканты, фантастика Вообще, я туда в какие-то глупы подлетаю На первом плане маленькой Святой Дух Очень удивительно, странно, прекрасно Евгений Фаврунков был один из моих любимых авторов, художников Приходите в Духар